В Краснодарском крае принята региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, в рамках которой планируются конкретные мероприятия. Сегодня об этом мы говорим с главным внештатным специалистом-онкологом Министерства здравоохранения Краснодарского края Романом Мурашко. Роман Алексеевич, здравствуйте. Давайте начнем с программы. Каковы ее главные цели, задачи и что именно планируется в рамках программы? Да, действительно, в 2019 году в Российской Федерации стартовала федеральная программа здравоохранения. И в рамках этой программы стартовала же наша местная программа борьба с онкологическими заболеваниями. Эта программа финансируется и из федерального, и из краевого бюджета. Из федерального бюджета рассчитана эта программа на 6 лет 2019-2024 год. И за этот срок будет в программе финансирована на 5 миллиардов 283 миллиона рублей. Это серьезные деньги, понимаем, что выделены они непросто, и задачи тоже очень серьезные стоять. Это в первую очередь снижение смертности от онкологических заболеваний до показателя 180 в случаях на 100 тысяч населения. Также второй задачей, очень серьезной, является повысить доступность онкологической помощи в Российской Федерации и в Краснодарском крае. Для этого в Краснодарском крае будет открыто 18 центров амбулаторно-онкологической помощи. В этом году уже функционирует 11, в следующем еще 7 будет открыто. Вот такие задачи перед нами. Где будут расположены эти центры? В настоящее время функционируют 11 ЦАОПов, как мы их называем, если это аббревиатура, центров амбулаторно-онкологической помощи. Открыты центры в городе Ейске, в городе Крымске, в Выселках, в Краснодаре, в городе Сочи. То есть во всех основных таких важных территориях нашего Краснодарского края. На будущий год будет открыто еще 7 центров. Это 3 в городе Краснодаре, 1 в городе Сочи и в других городах. Места выбираются не случайно? Не случайно, с учетом маршрутизации и доступности этих центров. Каждому центру прикреплено будет определенное население. Чаще всего это тот город или район, в котором центр расположен. На еще несколько территорий, которые он будет обслуживать. Основная цель центров – это максимально быстро, в кратчайшие сроки, обследовать пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. И при подтверждении у них онкологического диагноза, направление их в специализированные онкологические учреждения, онкодиспансеры или 1-2 краевую больницы, для оказания специализированной помощи. Также центры амбулаторно-онкологической помощи будут заниматься динамическим наблюдением за пациентами, у которых уже установлен диагноз онкологическое заболевание. И при этих центрах будут открыты, и уже сейчас функционируют при функционирующих центрах, амбулаторно-химиотерапевтические отделения, в которых будет оказываться химиотерапия онкологических пациентов. Таким образом мы повышаем качество и повышаем доступность онкологической помощи, приближаем ее непосредственно к каждому жителю, к месту жительства. Что касается оснащения оборудованием тех медучреждений, которые оказывают помощь онкобольным, будет ли что-то делаться в этом ключе? И какое оборудование необходимо будет приобрести? Да, действительно, финансирование запланировано, идет в этом плане. В частности, на химиотерапевтическое лечение и на Центром онкологической помощи в этом году уже израсходовано 7,7 миллиарда рублей. Это химиопрепараты, где-то 1,5 миллиарда, это миллиард федеральных денег и полмиллиарда краевых денег израсходованы на медицинское оборудование. Это 4 МРТ, 12 компьютерных томографов, эндоскопическое оборудование. То есть все необходимое для того, чтобы дооснастить эти центры и для того, чтобы они могли выполнять свою функцию, максимально короткие сроки обследовать пациентов. Объясните, пожалуйста, что означает необходимость сформировать тотальную настороженность конкозаболевания в первичном здравоохранении? Это опять же в рамках программы. Мы все понимаем, что край наш густонаселенный. Онкологи работают в основном в крупных лечебных учреждениях, в онкологических диспансерах, в первой и второй краевой больнице. В территориях есть ставки онкологов, но это один человек на целый район. Мы понимаем, что один человек не может решить эту проблему. Но если каждый врач на своем рабочем месте будет каждого входящего к нему пациента воспринимать как потенциально онкологического пациента, задавать ему, может быть, какие-то наводящие вопросы, оценивать его внешний вид, то есть есть признаки, которые могут говорить о том, что у человека, возможно, имеется онкологическое заболевание. Это и называется онконостороженностью. Если мы воспитаем в медицинском персонале врачи, медицинские сестры вот такую онконостороженность, то, я думаю, это поможет нам в дальнейшем. То есть доктор или среднемедицинский работник, заподозрив онкологическое заболевание пациента, он должен его направить на углубленное обследование, в Центр амбулаторной онкологической помощи или на месте, для того, чтобы или подтвердить, или исключить онкологическое заболевание. Не секрет, что онкопатологию можно победить, можно добиться длительной ремиссии, но чем раньше онкологическое заболевание выявлено, чем ниже стадия заболевания, тем лучше прогнозы, менее травматичное само лечение для пациента. Оно не такое затратное для нашего государства. И самое главное, результаты этого лечения, то есть качество жизни, продолжительность жизни человека на ранних стадиях гораздо выше, чем если это будет третья-четвертая стадия. Вы упомянули признаки, на которых теперь будут обращать внимание медики. Может быть, расскажем людям тогда, что это за признаки, чтобы и обыватели тоже знали об этом. Если вдруг ни с того ни с сего у вас поднимается температура по непонятным причинам, и эти случаи повторяются, нет насморта, кашля, то есть респираторных явлений, стоит обратить на это внимание. Если вы вдруг начали терять вес, понятно, что всем сейчас хотим быть спортивными, худенькими, но если это происходит по необъяснимым причинам, тоже следует обратиться к врачу. Если появились какие-то патологические выделения из половых путей, при мочеиспускании, при дефекации, заметили кровь, слизь, какие-то патологические примеси, тоже обязательно нужно обратиться к врачу. Если вы на коже видите какое-то образование, которое в последнее время начало меняться, увеличиваться или возвышаться над кожей, изъязвилось, беспокоит вас, болит, чешется, тоже нужно обратиться к врачу. Если где-то в области мягких тканей, в паху, подмышке, на шее, появилось какое-то опухолевидное образование, которого раньше не было, оно не болит, тоже нужно обратиться к врачу. Если вы пошли к стоматологу или сами, когда чистили зубы, обратили внимание, что есть какое-то образование незаживающее на следистой ротовой полости, на языке, тоже обязательно нужно обратиться к врачу. А если в носу? Ну, в нос, наверное, заглянуть сложно себе. Ну да. Но бывают опухоли и в носоглотке, и в тархе, и в желудке, и в пищеводе, но это области, которые уже сам человек смотреть не может. Ну, если говорить о пищеводе, если человек заметил затрудненное прохождение пищи, вот раньше все было нормально, а сейчас густая пища стала плохо проходить. Или плохо проходила густая пища, а теперь и жидкая не проходит. Это уж совсем плохо. Ну да. Надо прямо бежать к врачу. Ну, а вообще злокачественные заболевания, они длительное время никак себя не проявляют, поэтому выявить их можно на ранней стадии, только проводя плановые какие-то профилактические осмотры. И каждый человек должен понимать, что это в первую очередь в его интересах раз в год пройти обследование. По приглашению или по собственной инициативе в этом заинтересован каждый человек. Раз в год нужно сделать рентген легких, сделать узибрюшную полость, издать клинические анализы. Женщинам мы обязательно рекомендуем посетить гинеколога, раз в пять лет сделать колоколоноскопию, гастроскопию. Вот простые манипуляции, которые можно выполнить за один день все, может быть за два дня, но они очень информативны, и если есть опухоль, она будет выявлена при таком обследовании на ранней стадии. Чем раньше начнем лечить, тем лучше результат. Но эти обследования, насколько я знаю, не входят в диспансеризацию плановую? В диспансеризацию входит большое количество исследований. Кал на скрытую кровь, это является одним из скрининговых исследований рака толстой кишки. Входит мазок из шейки матки для женщины, гинекологический осмотр. Это для какой возрастной категории? Анализы. Я не готов вам по диспансеризации конкретно дать данные, не хочу просто вас обманывать. Но эта информация вся есть в интернете, и диспансеризация, она и задуманная, основная цель ее – это обследование. Сейчас это обследование будет ежегодно. Если раньше оно проводилось раз в три года, раз в два года, то теперь будет ежегодно. Для лиц старше 40 лет. Вам, онкологам, конкретно диспансеризация помогает? У нас есть такой показатель, очень важный для нас, он контролируемый. Это активно выявляемые онкологические заболевания. Вот в ней входят заболевания, выявленные при диспансеризации, при профилактических осмотрах, при наших профилактических выездах. Конечно, процент выявления онкологических заболеваний в некоторых территориях при диспансеризации крайне низок или занижен. И, скорее всего, это связано и с неактивностью населения, и с не совсем качественным проведением диспансеризации. Цифры отличаются значительно. Если при наших онкологических выездах это 3-4%, то при диспансеризации чаще всего 0,3%. Понятно, что, когда выезжают наши специалисты, они как бы видят больше, они имеют соответствующую подготовку. Но мы эту работу ведем, и ведем уже не один год. Есть много информации, которая выложена в интернете на нашем сайте для врачей, для пациентов. Мы выезжаем с лициями, когда проводятся наши профилактические акции «Кубань против рака». В том числе мы и занимаемся образованием пациентов, образованием докторов, повышением онконостороженности. Ну вот уж как мы плавно подошли к мероприятиям. Какие еще мероприятия проводятся в Крае, помимо «Кубань против рака»? «Кубань против рака» – это большой проект, и он включает в себя несколько подпроектов. Вот большие выезды, которые осуществляются раз в месяц, выезжают маммографические компры, врачи УЗИ, специалисты с аппаратурой, выезжают специалисты, которые осматривают пациентов. Работа эта многоэтапная. Перед этим врачи первичного взгляда по месту жительства отбирают пациентов. То есть мы делаем акцент на группе риска. Это люди старше 40 лет, люди, имеющие хронические воспалительные заболевания, люди, которые по каким-то причинам не посетили диспансеризацию, длительное время не обращались в смотровые кабинеты, которые сейчас открыты во всех лечебных учреждениях, лица у которых, у родственников которых в анамнезе были онкологические заболевания, то есть группу риска. И работаем именно с этой аудиторией. Это не говорит о том, что мы не примем любого человека, который обратился к нам, но все-таки акцент мы делаем на людях, у которых рисковое возникновение онкологических заболеваний выше. Кроме того, существуют маммографические еженедельные выезды. В течение недели 3-4 раза выезжает маммографический комплекс в территории неблагоприятной по данным статистики. Статистика эта ведется постоянно, и работа ведется постоянно, в которых тоже осматриваются женщины, проводится скрининговое маммографическое исследование. Потом эти снимки консультируются в онкологическом диспансере. создана группа, которая качественно эти снимки консультирует. Кроме того, уже 3 года подряд проводится неделя мужского и женского здоровья. Инициатором, в которых была швейцер-губернаторна Алексеевна Менькова и администрация Краснодарского края, Министерство здравоохранения Краснодарского края поддержало эту инициативу. Мы тоже вовлечены в этот процесс. Каждый год весной в преддверии или после 8 марта и 23 февраля мы проводим полномасштабные акции, которые распространяются на весь краев, в которых осматриваем пациентов на предмет онкологической патологии, характерной именно для мужчин и для женщин. Поэтому работа ведется. В год мы в этом году уже больше 160 выездов осуществили. Выявляем где-то 3-4 тысячи пациентов первичных вот именно вот таким образом активно. И чаще всего это онкопатология, выявленная на ранних стадиях. Что и нужно, собственно. Что и да, чего мы ждем от всех остальных. Существуют ведь жесткие требования при оказании медицинской помощи онкобольным. Имеется в виду постановка диагноза, дальнейшее лечение. Вот поподробнее об этом расскажите. Да, действительно, для онкопатологии очень важно вовремя начать лечение. Как бы поправки в 915 приказу, это порядок оказания помощи онкологии по профилю онкологии, были внесены полтора года назад изменения, которые сейчас приняли законодательный характер. И если пациент обратился к онкологу, то в день обращения у него или должен быть обеспечен забор биопсийного материала, или пациент должен быть в то лечебное учреждение, где этот материал заберут. В течение 14 дней должно быть готово гистологическое исследование, и пациент должен быть дообследован и направлен в специализированное учреждение онкологический диспансер или первую-вторую кровевую больницу, которые тоже оказывают помощь онкологическим пациентам по нашему приказу о маршрутизации. И через 15 дней пациент уже должен быть на койке и начать лечение. Ну, или в стационаре, если говорить о койке, или в дневном стационаре. Ну, лечение должно быть начато. Не сказать, что это что-то новое для нас. Мы всегда стремились максимально короткие сроки обследовать пациентов и начать лечение. Поэтому для нас это не является новым. Это норма, и мы давно работаем по этим правилам. А насколько у нас развита телемедицина? Телемедицинские консультации недавно получили законодательную основу, и стало возможно их проводить. Действительно, это является новым в российской медицине. И сейчас широко распространяется. Мы в неделю проводим около 80 телемедицинских консультаций. Это телемедицинские консультации, когда к нам в онкодиспансер обращаются доктора из территорий с просьбой проконсультировать пациентов. И также из онкодиспансера осуществляются телемедицинские консультации со всеми федеральными центрами, оказывающими помощь онкологическим пациентам. Налажены каналы обмена информацией, обмена видеоинформацией. То есть мы можем направить КТ, МРТ, сканы для того, чтобы направить медицинскую документацию, для того, чтобы доктор на другой стороне провода имел полную информацию о пациенте и смог сделать свое заключение. Поэтому в настоящее время эта форма консультации, она все больше и больше распространяется и уже завоевывает своих поклонников. А сколько в настоящий момент у нас зарегистрированных онкобольных? В Краснодарском крае на учете состоит в 2018 году 183 тысячи пациентов. По сравнению с предыдущим периодом увеличилось, уменьшилось? Количество пациентов все время увеличивается за последние 5 лет где-то на 20%. Но мы говорим о пациентах с установленным диагнозом. То есть это пациенты, которым установлен диагноз в этом году. Это пациенты, которым установлен диагноз и в настоящее время проходят лечение. То есть второй клинической группы. Это те пациенты, которые закончили лечение, находятся под динамическим наблюдением длительным у онкологов. Поэтому этот показатель, как бы пятилетняя выживаемость, есть у нас такой показатель. То есть пациенты, находящиеся на учете у онкологов с подтвержденным диагнозом 5 лет и более. Он постоянно увеличивается и говорит о качестве работы онкологической помощи. То есть мы оказываем качественную, квалифицированную, специализированную помощь онкологическим пациентам. Скажите, а вот это увеличение ежегодное в цифрах говорит о том, что ранняя диагностика все-таки срабатывает? Это говорит о том, что мы выявляем новые случаи рака. Мы выявляем много случаев на ранней стадии. И пациент проводим качественное лечение. И пациенты длительное время живут без рецидива или если у них есть прогрессирование заболеваний. Мы предлагаем следующий этап лечения. Но они живут, и поэтому количество контингент пациентов, который состоит на учете, у нас он постоянно увеличивается. Очень часто сейчас можно видеть лозунг «Рак – это не приговор». Действительно ли это так? Да, действительно. Сейчас отечественная медицина, мировая медицина достигла больших успехов в лечении онкологических заболеваний. Связано это в первую очередь с появлением современного диагностического оборудования. Если раньше рак можно было выявить только на поздней стадии, третьей, четвертой, и к онкологам эти пациенты поступали уже в запущенном состоянии, результаты были неутешительными. Сейчас есть современное оборудование, компьютерные томографы, МРТ, эндоскопическое оборудование, ПЭД-сканеры, которые дают возможность выявить онкологическое заболевание на начальной стадии, первой, нулевой, в раке и раке энсита. В этой стадии лечение совершенно другое. Чаще всего применяются минимальные инвазивные процедуры, которые легко переносятся человеком, не требуют дополнительного химиотерапевтического, лучевого лечения. Но и само лечение очень изменилось. Хирургия изменилась, она стала щадящей, минимальной инвазивной, появились новые лучевые установки, которые воздействуют конкретно на опухоль, не повреждая окружающие ткани, появились линейные ускорители, появились интероперационные лучевые установки, дающие возможность обрабатывать рану прямо во время операции или раневое поле. Появились современные химиотерапевтические препараты, таргетные препараты, иммунные препараты, которые эффективны и на поздних стадиях заболевания, дают возможность продлить жизнь пациентов. Количество химиотерапевтических препаратов, количество химиотерапевтических схем увеличилось в разы. Я работаю онкологом в 21 год. Так вот, в начале моей работы существовало, допустим, у рака толстой прямой кишки где-то 4-5 схем. Сейчас количество схем около 25. И так по каждой нозологии. Поэтому наука не стоит на месте, научно-технический процесс идет вперед, медицина не отстает. И очень многие современные, новейшие разработки технические, они находят свое применение в медицине, в зарубежной. И поскольку мы все общаемся, и сейчас открыты для всего мира, и в отечественной медицине. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»